Уважаемые друзья, тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей Великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сёстрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобождённых от неонацистского режима районов. Речь пойдёт о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воле наших соотечественников самим определять своё будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно обзращивая ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма. А сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав эту войну ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота. А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблем Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Её главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Республики Донбасса действуют полномерно, грамотно, используя технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит. Как вы знаете, в специальной военной операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования. Люди разных национальностей, профессий, возрастов, настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. В связи с этим правительству, Министерству обороны мной уже были даны поручения в полном объёме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольца, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов Народной милиции Донбасса техникой и снаряжением. В ходе решения главных задач по защите Донбасса наши войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов, в результате чего образовалась протяжённая линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров. О чём хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения, прежде всего, касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости. Украину стали ещё больше докачивать оружие. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и националистов. Воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников. Одновременно самым жёстким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооружённого переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилия принимает всё более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьму, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожьской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более 7,5 миллионов человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался, это порядка 5 миллионов человек, сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь. Парламенты Народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожьской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Так, подчеркну, мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Уважаемые друзья, сегодня наши вооружённые силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально, письмами, будут сегодня проинформированы Палатой Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственной Думы. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содействие на работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно. Уважаемые друзья, в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолётов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это ещё раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливают тех, кто рвётся к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова